Данное видео подготовлено специально для группы Fallout ВКонтакте, ссылочка в описании. Доброго времени суток, дорогие зрители! С вами снова Wastelander, это TwinkleBlind, и сегодня хочется поднять рассуждение на тему того, почему все так ненавидят четвертую часть любимой нами франшизы. Хочется побыть адвокатом дьявола немного и высказать свое мнение. Именно неумение принимать новые вещи, рано или поздно, делает тех самых вредных стариков, которым мешают эти сраные скейты. Именно это неумение превращает людей в тех самых злых, в кавычках, родителей, которые не понимают своих собственных детей и подростков. Задумайтесь над будущим и учитесь принимать то, что мир меняется и отнюдь не вертится вокруг нас. Давайте пройдемся по всем пунктам, какие мне пришли в голову на тему хорошести Fallout 4. Пойдем от самых неинтересных к самым занимательным. Несомненно, это шутерная механика. Я честно не знаю, кто может быть и недоволен. Я фанат шутанов, наверное, года так с 95-го. То бишь, Wolfenstein 3D, Doom, Quacky все, Duke Nukem, Blood, Shadow Warrior. Все это мне более чем знакомо. В общем-то, шутеры я очень люблю и немножко в них понимаю. Что мы получили непосредственно в Fallout 4? Нормальный инсайт, нормальная анимация, более-менее удобную стрельбу. Так еще и оружие, так сказать, чувствуется. Единственное, что расстроило лично меня, так это само разнообразие оружия. Его вроде как и много, и оно все знатно меняется. Но куда пропал классический R-91 из третьей части? Куда пропала китайская винтовка оттуда же? Куда делись вообще все нормальные штурмовые винтовки? Идя по пути ретро-футуризма, в этом плане Bethesda зашла слишком далеко. Все эти боевые винтовки вызывают ярость своим дизайном. Промолчу уж про штурмовую винтовку, похожую на пулемет Ливиса. Я понимаю, зачем они сделаны такими, ведь только такой дизайн нормально ложился в раму обновленной силовой брони. Но бджад! Неужели нельзя было сделать ограничения на оружие, которое можно использовать в раме? Впрочем, я отвлекся. Ах, да. Еще граната-похотки, без всяких модов, притом работающие как гранаты, а не как хлопушки. И еще частичная разрушаемость окружения, что на самом деле безмерно круто. Ну и довольно забавная механика игры, это возможность силы и убеждения заставить вражину поднять руки. Но это действительно круто. Я честно не понимаю, как все это можно сравнивать с тем обливионом с пушками, что мы с вами видели в третьей части и в Нью-Вегасе. Не поймите меня неправильно, я люблю все игры серии, но сейчас речь о четвертой. Следующее, о чем хотелось поговорить, это система спешил. Я честно не понял злобы из-за ее типа отсутствия. В большинстве своем хейтеры руководствуются мыслью. Слышу ор, не знаю где он. Кучка чмошных блохеров и обзорщиков выразила свое мнение, а масса, не имеющая этого своего мнения, взяла эти чужие мысли за свои. Задумайтесь над этой чудной системой. Если уж честно, она изначально была еще в третьей части и в Вегасе жутким кастратом по сравнению с тем, что мы видели в оригинальных двух играх. Но всем почему-то эта система нравилась. Видел как-то даже аргументы про то, что дескать спешил с прокачкой очками нужен дабы, например, имея речь в 50, открыть одну опцию, имея на 70 другую. Само собой это относится и к остальным навыкам. Теперь посмотрим на четвертую часть. А тут разве не так? У большинства перков есть вторые, третьи и четвертые уровни, которые открывают новые фразы в том же разговоре. Так что здесь лично мне претензии совсем непонятны. На самом деле механика осталась той же, лишь распределение циферок вручную убрали, заменив ее перками. Скажу по секрету, движок переработан, но не настолько, циферки остались inside. Think about it. Да, это упрощение, но блин, ребята, скажем спасибо, что Bethesda не решила пересмотреть концепцию целиком и отказаться от RPG-составляющей насовсем. А они ведь имеют право, они и владельцы данной франшизы теперь, и ничего не попишешь. И эту мысль я пытаюсь до вас донести. Нужно принимать изменения. И меньше обращать внимания на всякие финтифлюшки, на то, как игра изменилась внешне. Смысл-то и посыл остался тем же. Война. Война никогда не меняется. Переходим к строительству. О, сколько копий было сломано на виртуальных аристалличах у тех, кто защищает это, или наоборот говнит. Мое личное мнение простое. Не хочешь строить, не строй. Никто тебя на самом деле не заставляет. Но, если копнуть глубже и немного сильнее погрузиться в игру, строительство это здорово. Сама идея того, чтобы сделать содружество снова нормальной местностью, на месте вчерашних развалин сделать маленькие и процветающие поселения, развернуть сеть караванов и защищающих их минитменов, уже интересно. Вот сколько в предыдущей части не играл, никогда толком не видел последствий своих добрых действий. А здесь видишь, и это здорово. Понятно, что никто в здравом уме застраивать все 35 поселений не будет. Но, по крайней мере, это отличная альтернатива гостиничному номеру из Невегаса или бомжатника в мегатоне слэш-тенпинетауэр. Можно хоть базу себе человеческую сделать, притом далеко не пустую. Конечно же, понятно, что эти элементы позаимствованы из майнкрафтоподобных песочниц. Но это реально не такая уж и плохая идея. Я даже поймал себя на мысли, что неплохо бы такую же систему было иметь в Скайриме, с возможностью создать свою фракцию, чтобы напинать этим сраным братьям Бури и их римским педодружкам. Ну а если вас совсем-совсем бесит строительство и уход за жителями, кто мешает стать вербоссом рейдеров в Нюковолде и убив Престона, захватывает содружество и превратит его в окончательную обитель беззакония и задницу. Ведь тоже крутая фишка, на которую почему-то никто не обратил внимания. А почему? Все ругают четвёртую часть за отсутствие выбора. Но даже имея этот самый выбор, всё равно идут по пути доброхота. Так кто виноват, Бесесда или вы? И мы переходим к иммерсии. Да, та самая загадочная иммерсия, то есть погружение в игру. За последние 10 лет в играх стал популярен жанр иммерсив сим. Как пример могу вспомнить Биошок, Деус Икс недавний, да даже Ульфинштейн новый. Ну и подобные им игры. Игры, в которых много записочек, ставок, катсцен и всякого разного. Что очень детально раскрывает мир и очень нас в него погружает. И да, играя в четвёртую часть, я себя хоть немного отождествлял с героем. Представлял, чтобы я чувствовал, пережив атомный апокалипсис и увидел его последствия. Удивлялся прошедшим 210 годам. Как и наш персонаж действительно искал сына. Ладно, ладно, вру конечно. Играл в симулятор бомжа, собирая всё, что плохо лежит, чтобы отстроить первое поселение. Но в процессе я видел десятки интереснейших локаций. Читал сотни различных записей на терминалах. Слушал чужие голоплёнки. Это всё позволило глубже и глубже погружаться в атмосферу. И вот тут как раз Бесесда сделала огромный скачок вперёд. Атмосфера в игре настолько угнетающая. Эти тёмные тона, общее чувство безысходности. Очень малое количество нормальных людей, а не безумных рейдеров и чёртовых гулей, которые на деревьях Джонни. Сама атмосфера своей мрачности напоминает мне любимые многими игры, такие как Metro 2033. Может быть где-то Stalker. Ну, по крайней мере в тех местах, где нет других людей. И маленькое лирическое отступление. Вот многие из новых фанатов вселенной не играли ни во что, кроме третьей части и Нью-Вегаса. Некоторые после этого поиграли во вторую и считают её лучшей на свете. А я, в далёком 1997 году, познакомился с серией именно с первой части франшизы. И те ощущения глобального апокалипсиса, это разруха в головах и действиях персонажей, постоянная угроза от армии супермутантов, злобные милитаристы из братства, придурочные жители убежища, малое количество медикаментов, боеприпасов, нормального оружия и брони. Очень сильные впечатления создали лично у меня. После первой части, вторая мне показалась каким-то трэшовым весёлым приключением в антураже не постапокалипсиса, но дикого запада. Ковбои и вся херня. Между тем, я всё равно люблю вторую часть, но не так, как первую. А теперь переходим к ненавистной всеми бесезде. Третья часть своей атмосферой уже напомнила мне первую часть, но это был лишь старт. Они практиковались и выделили на игру далеко не самый большой бюджет. И всё равно игру ждал успех, просто потому что мир был прописан на отлично. Для сравнения посмотрим на игру «Смотри, пёсики». Он же Watch Dogs. Огромный рекламный бюджет, огромные деньги в разработке и всё равно вышел пшик. Так если в Fallout 3 и 4 такое говно, почему не вышел пшик? Зато в четвёртой части все ошибки были исправлены и теперь мы видим ту самую пресловутую безысходность настоящего постапокалипсиса. Единственное, что очень сильно расстраивает меня, так это наличие еды в холодильниках спустя 200 лет. Это безусловно ломает восприятие мира, если, конечно, этому уделять слишком много внимания. И очень издалека мы с вами переходим к сюжету. Вся фишка четвёртой части как раз в том, что он впервые есть. Многие ругались на то, что персонаж озвучен, что мешало им отыгрывать свою роль. Ругались на то, что уже есть предыстория и тому подобное. И при этом хвалили Ведьмака. Ребята, вы серьёзно? Совсем не умеем думать критически, да? Ничего, что у Ведьмака тоже есть предыстория, она тоже по сути идёт по рельсам. Это как ругать Mass Effect за то, что Шепард это Шепард. А не за убогую последнюю часть. Think about it. Да и вообще любая история в играх идёт по рельсам. Просто она может быть детальной, с той же предысторией, а может быть более-менее свободной. Но всё равно она начнётся в определённый момент и закончится так, как задумали разработчики, а не вы. Итак, сам сюжет своей простотой и предсказуемостью многих расстроил. Хотя, на мой взгляд, именно сама тема отца и сына и наоборот, как обыграли в третьей части, это очень любопытная вещь. Понятно, что многим за счёт возраста непонятны переживания главного героя. Они не могут представить то, что имеют детей, так же, как и не могут представить, что их близки рано или поздно, к нашему сожалению, но умрут от старости или от болезней. Хочу пояснить, ребят. С годами такие мысли приходят всё чаще, и начинаешь больше понимать как раз такие отношения. Как ни странно, но спинно-мозговой шутан для детей в кавычках, конечно, был сделан для аудитории от 20 и дальше лет. Скорее, даже для 25-30-летних людей. Молодых родителей такие темы реально прут. Ведь если задумываться, это чистый Тарас Бульба. Я, конечно, не молодой родитель, слава богу. Но эту тему я тоже отлично понял и вжился в неё. Далее, мнимая безальтернативность. То есть, возможность уничтожить институт силами аж трёх разных фракций – это мало. А возможность встать на сторону типа злодеев – это тоже мало. Да сколько ж нужно иметь опций, чтобы люди перестали городить такой бред? В том же Вегасе всего две концовки – за Легион или за НКР. Независимость и хаос вообще, похоже, были придуманы в самом конце, чтобы помочь тем, кто раньше времени перебил обе гламентствующие фракции. Эдакий дебаг-режим. Возможно, будь у обсидианов больше времени, мы бы получили тот фоллаут, что заслуживаем. Но история не терпится слагательного наклонения. Ведь будь у бабушки Ячишки, она была бы дедушкой. Ну и давайте продолжим пронытьё о том, как мало квестов меня есть. Мало интересных квестов, говорите? А вы пробовали передвигаться по содружеству как-то, кроме фаст-тревела? Китайская подлодка, USS Конституция, Нуберущий 81, Радио Серебряного Плаща, Блюз Даймонд Сити и ещё десятки разных заданий, которые поставлены вполне неплохо, а некоторые и вовсе гениально. Неужели лучше собирать яйца Газадора и Рад Скорпиона? Я уж промолчу про очень классное дополнение механистов, в котором нам подробно разжёвывает суть робомозгов. И одно из лучших DLC, что я и видел – Фар Харбор. Если вам будет интересно, дорогие зрители, я сниму несколько видео о интересных квестах из четвёртой части. Выразите это, пожалуйста, своими лайками и комментариями. Да и вообще, весь сюжет четвёртой части построен на вопросе – мечтают ли андроиды об электро-овцах? Есть ли у синтов душа? Имеют ли они право на жизнь? И ведь точного ответа нам так никто и не даёт. Мы должны сами прийти к своим выводам. Это плохо? Или просто все привыкли пробегать игры, делая пиу-пиу и не замечая ничего вокруг? Все привыкли всегда получить прямые ответы? Это печально. Но и основная фишка четвёртой части в этом плане – это то, что само окружение, очень классно выполненное, к слову, вам рассказывает историю. Мелкие детали, которых так не хватало в Нью-Вегасе и на которые почему-то мало кто обращает внимание. Что-то мне подсказывает, что хронометраж в виде уже довольно великий, поэтому давайте перейдём к последнему пункту. Давайте поговорим о персонажах. Да, это те самые Артур, Мэксон, Валентайн, Дима и подобные им, которые постановкой своих реплик, общим качеством проработки персонажей и своим дизайном вызвали у меня чувство, что я смотрю хороший фильм, а не просто играю в игру. И именно это ощущение старые пердуны типа меня сейчас ищут в играх. Безусловно, я люблю олдскульные вещи, но интерактивное кинцо ведь неспроста так популярно, верно? Я прекрасно понимаю, что этот ролик славит гнева фанатов Вегаса. Но уж, простите меня, это лишь моё мнение, которое построено на более-менее глубоком анализе игры и всей франшизы, а не на поверхностной пробежке сюжета за ссаных 10 часов. И хочется уже подытожить. Тодд Говард, позвони мне, пожалуйста. Я люблю Бесезду. Шучу, конечно. Дорогие зрители, не слышите ничьи мнения, в том числе моё. Учитесь принимать самостоятельные решения и делать выводы, основанные на своём жизненном опыте, а не на том, что вам сказали в этих ваших интернетах, школах, вузах, телевизорах. Всем вам огромное спасибо за просмотр данного видео. Очень буду рад лайкам и комментариям под ним, с вашими мыслями по данной теме. Постараюсь ответить всем. Ещё не подписались на наш канал? А ну быстро сделали это! Ну и также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. А с вами был Вейстлендер, это Твинкл Блайнд. Всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!